Спроси любого, каким должен быть депутат, и услышишь про умение слушать и слышать людей, быть открытым и готовым решать их проблемы. Недавно избранный депутатский корпус областной думы в эти дни работает в своих округах. С какими вопросами приходят к ним люди, о чем просят и что будет с наказами, полученными за время выборов. Отправляемся на депутатский прием в Веделевский район вслед за спикером регионального парламента. Улица Фрунзе весьма оживленная. Снуют машины, дети идут в школу, взрослые на работу. Тротуара нет. Сделать эту улицу безопасной попросила на приеме председателя областной думы Ольги Павловой руководитель местного ТОСа Любовь Слепченко. По просьбе наших жильцов нам бы хотелось, чтобы нам проложили тротуар. Вот это у нас такая просьба. Как бы она у людей сложнее. Не делить вопросы на мелкие и крупные. В этом суть работы такой выездной приемной. Почувствовать потребности, услышать просьбы и постараться решить задачу. Это был наказ. Я помню, он был у нас. И он вошел в число наказов на 2021 год. Поэтому однозначно в 2021 году будет у вас достойное условие для того, чтобы люди, проживающие на ваших улицах, чувствовали себя комфортно. Решение принято. Тротуару быть. На инициативное бюджетирование, то есть реализацию наказов избирателей, бюджет региона по сравнению с 2020 годом дополнительно заложен 1 миллиард рублей. Среди вопросов, с которыми обращаются на депутатском приеме, замена газона на центральном стадионе на искусственное покрытие, ремонт крыши в сельском ДК. Чаще всего люди приходят с конкретными предложениями. Видно их неравнодушие. Так заведующая сельским клубом крошечного поселка Луговое привезла даже чертеж долгожданного в селе ДК. Мы тут даже нарисовали. Нарисовали? Ну давайте. Ну может мы не строители, конечно. Это по минимуму, что нужно. Ну то есть в данном случае это нужен новый вариант. На 2021 год сформирован бюджет. Я обязательно переговорю с Вячеславом Владимировичем, временно исполняющим обязанности, губернатором Городской области, Ларковым. Я думаю, что в обсуждении мы найдем какое-то решение. Либо это за счет экономии в 2021 году, либо это крайний срок. Конечно, в 2022 год однозначно будет. Это 100%. Но возможно и в экономии в 2021 году, потому что и цена, сумма-то небольшая. Я понимаю, насколько это социально важно в данном случае. Такие приемы, а точнее характер обращений, дают ощущение. Вопреки ситуации с пандемией, жизнь продолжается. После встречи с гражданами визит спикера облдумы в местную ЦРБ, чтобы лично сказать спасибо ведельским медикам. Десять из них получили от депутата Ольги Павловой благодарности и денежные премии. Я сегодня здесь, потому что хотела бы вам сказать слова благодарности большой от всего депутатского корпуса Белгородской областной думы за ту большую работу, которую вы ведете. На прошлом заседании думы я выступила с инициативой, просила всех депутатов по своим округам прийти в больницу, встретиться с главными врачами, выяснить, что им требуется, какая помощь нужна. В сложном время можно опираться только на сильных людей, на тех людей, которые берут на себя ответственность и не щадя себя спасают жизни. Это вы. Сразу после встречи со спикером облдумы Ольгой Павловой медики отправились на свои рабочие места. Время не ждет. Нагрузка сейчас максимальная. Я работаю медсестрой приемного отделения. Принимаем здесь больных, оказываем экстренную медицинскую помощь. Заполняем истории в стационары. Мы как-то не поняли, страшно это или не страшно за работой. Работали, никто не отказывался от работы. Всем оказывали помощь. Позавчера я сутки, суток я вышла в ночь, с ночи я осталась в день. Я работаю медсестрой анестезисткой в палате интенсивной терапии. Работаться действительно нам очень сложно, но мы понимаем, что в это время нужно помогать людям. Когда наши пациенты выздоравливают, мы очень довольны и рады. Мы работаем во благо этих людей, на их здоровье, не считаясь со своим здоровьем, со своим графиком. Татьяна Куликова, Александр Петко. Такой день на Мире Белогория.